Итак, коллеги, еще раз всем доброе утро. Всех с прекрасным солнечным днем. У нас сегодня очередная рабочая встреча, планерка. Мы пройдемся по всем рабочим вопросам, информационным вопросам, что актуально сегодня. Также у нас сегодня еще отдельный гость, наш партнер, наш коллега Павел Манылов. Чуть позже я также об этом скажу. Итак, сегодня вопросы, которые мы быстренько пробежимся, пройдемся, так как у нас уже приближается отчетная неделя, конец месяца. Коллеги, буквально месяц пролетает как одна минута сейчас, очень быстро, хотя летний период и, казалось бы, время отпусков. Но у нас работа кипит, мы работаем, идем, делается очень много дополнительных материалов. Вот я прямо в самом начале хотела бы передать слово нашему партнеру, руководителю отдела мультимедиа и также иностранных языков Павлову Манылову. Перед тем, как сейчас я передам слово Павел вам, буквально хотела сказать от себя о том, что вот мы с Павлом где-то сотрудничаем около года и хотела как-то так представить его особенно, потому что это человек очень ответственный, очень профессиональный и это как раз тот человек, который делает свою работу с душой, профессионально и грамотно. Поэтому все материалы обновленные, которые сейчас у нас будут появляться в личном кабинете, на наших ресурсах, делаются под руководством Павла. И также очень важный отдел, о котором мы проговаривали в прошлый раз, так как у нас сейчас подключается очень много стран, иностранных регионов, у нас Павел занимается иностранными переводами. Поэтому буквально вот я сейчас передаю Павлу слово. Павел, пожалуйста, расскажите, чем занимается ваш отдел направления, если так можно сказать, да, по каким вопросам к вам можно обращаться. Это наш официальный руководитель Skyway Capital. Итак, Павел Манылов, вы на площадке, пожалуйста, вам слово. Павел, пока вас не видно. Микрофон. Да, Павел, вам слово передаю, пожалуйста, выходите на площадку. Так, Павел, я вас сейчас... Ага, Манылов, одну минуту. Да, вам все микрофончики включены, пожалуйста. Всем добрый день. Здравствуйте, как меня слышно? Отлично. Так, я в комнате смотрю, со многими я знаком. Вот, совсем недавно общались. Всех приветствую. Меня зовут Павел Манылов. Так, сейчас, наверное, будет шуметь, да? Шипит, наверное, или нет? Ребят, извините, что я без камеры, потому что я помню, когда раньше вебинары вел в течение восьми месяцев, то у меня тут тоже была такая вся комната оборудован, плакат красивый висел. Но сейчас задачи немного поменялись, поэтому больше, как бы, на людях не появляюсь, а работаю в тени. Вот. И каждый день, то есть, мы выполняем поставленные перед нами задачи. Вот. То есть, я вас хочу, как бы, поздравить в том, что вы выбрали верное направление, да, что вы находите здесь, сотрудничаете с нами, потому что вы даже не представляете, насколько сильно развивается компания, и какой огромный потенциал, и какое будущее заложено здесь у нас всех. То есть, почему? То есть, ну, очень много всяких есть интересных моментов, которых вы узнаете чуть позднее. Мы каждый день работаем и трудимся над тем, чтобы облегчить работу всех наших, как бы, региональных представителей, всех наших партнеров. Это делается для того, чтобы, ну, занятие бизнесом для вас было наиболее комфортным. Вот. Ну, я думаю, наверное, начнем мы с отдела мультимедиа. Вот. То есть, смотрите, сейчас у нас происходит брендирование. То есть, сейчас все наши видео, они будут непосредственно под лозунгом Skyway Capital выходить. Это мы уже обсуждали. Также сейчас, буквально вот сегодня, ну, мы хотели вас порадовать роликом одним, очень таким профессиональным. То есть, у нас, смотрите, сейчас будут ролики выходить где-то один-два ролика в месяц, но они будут очень профессиональные. То есть, средняя стоимость такого ролика на рынке будет оцениваться где-то в 20 тысяч долларов, чтобы вы понимали. Ну, там, они, знаете, будут такого формата, если вы видели, как вот по России 24 новости показывают, вот именно вот такие вот заставки. Вот. Нам посчастливилось, как бы, пригласить партнера, который согласился с нами работать. Он также работает, ну, горит этой идеей, ему нравится развивать Skyway, поэтому, как можно сказать, работает на добрых началах. И, то есть, вот эти вот инструменты, они очень скоро будут вам все предоставлены. Также у нас запускается совсем скоро личный кабинет, но я думаю, об этом вам Ирина более подробно расскажет. Вот. Вот. Теперь смотрите, у меня к вам вот есть несколько таких вот интересных моментов, и я, как бы, хотел, чтобы вы записали, потому что, я так понимаю, здесь есть еще иностранные партнеры. Смотрите, вот у нас сейчас будет личный кабинет выйдет, ну, в ближайшем будущем, да, не буду говорить сроки, потому что, ну, вы сами знаете, когда IT-отдел делал все вовремя, да, как это уже можно сарказмом, да, можно назвать юмором. Вот. Поэтому, смотрите, выйдет личный кабинет у нас совсем скоро, и он будет на разных языках представлен. То есть, на данный момент, чтобы вы понимали, к концу, наверное, к первому сентября, сентябрю, да, сейчас я перечислю, чтобы вы запомнили, но будет личный кабинет на следующих языках. Это английский, литовский, немецкий, чешский, французский, словацкий, польский, испанский, эстонский, латышский и венгерский. То есть, всего это, на данный момент, у нас 11 языков. Соответственно, когда появится новый личный кабинет, нужно будет видеоинструкция по личному кабинету, по работе с личным кабинетом, то есть, чтобы человек, который абсолютно ничего не знает о компании, кликнул на эти видео, и, собственно, как рассказали, короткие видеоинструкции, как зарегистрироваться, как купить акции, как вывести деньги, да, где брать рефереральную ссылку, и все в таком, как бы, роде. А что, в чем, как бы, я бы хотел, чтобы вы, как бы, откликнулись, и мне помогли. Нужен человек, который бы смог бы озвучить на микрофон русский текст на своем языке. То есть, нужен человек, у которого бы не было бы акцента, и который бы говорил, ну, чтобы слушающие его люди даже бы не подумали, что он, как бы, там, ну, чтобы они, в общем, что, если там, например, венгерский, то вот они знают, что это венгер. Чтобы не было, что русский там озвучить, потому что все равно, как бы, будет, ну, отвечаться говор. Поэтому, если у вас есть кто-то знакомый, кто сможет озвучивать роликом голос, ну, голос вам, я также программу передам, все вам помогу, настрою и расскажу, как все это делать. А мы потом просто возьмем ваш голос и наложим на видео, и получатся классные видеоролики. То есть, если вы, как бы, вот в этом вот направлении пойдете на встречу, то я буду очень рад. Также у нас сейчас все эти ролики, которые находятся на официальных ресурсах, таких как лендинги, официальный сайт, и в будущем новости, мы очень долго думали, как эту всю информацию преподносить, и решили, что все-таки мы будем делать субтитрами. То есть, субтитры – это когда идет текст под видео. Почему именно вот это направление? Ну, несколько факторов. Потому что, во-первых, это быстрее, во-вторых, вот, опять же, кому-то не нравится голос, кому-то нравится, ну, по-разному люди воспринимают, да, поэтому им лучше читать. И это, ну, второй момент. Третий момент, на примере, у нас есть инвалиды по слуху, которые, ну, вот, и реально ко мне обращались тоже партнеры, и не раз, что хотят, ну, видеть все субтитрами. Но это намного, как бы, оно идет, ну, нормально, профессионально. Почему? Потому что, знаете, вот я вот недавно посмотрел ролик рода Хука, он, с ним Кириченко разговаривали, они общались на английском. А внизу, я думаю, вы тоже видели, был текст на русском. Этот ролик собрал, там, что-то 70 или 80 лайков. И, как бы, я посмотрел, что люди к этому довольно-таки нормально. Ну, то есть, я попытался себя поставить на их место. И посмотрел, и, как бы, нормально людям это заходит, им это нравится. Поэтому, почему бы это и не использовать? Самое главное, чтобы все было информативно, быстро и профессионально. Это самое главное, к чему мы и движемся, собственно. Так, потом дальше идем по иностранным переводам. Когда мы сейчас запускаем личные кабинеты сайта, мы так тоже смотреть в такой момент, что все мы не идеальны, и все мы совершаем ошибки. Если вы находите какие-нибудь ошибки вы или какие-либо партнеры на наших официальных ресурсах, ну, там, например, что-то неправильно указали или где-то ошибки в каких-то словах, да, то вы тогда можете спокойно связаться со мной на предмет этих ошибок, и они будут устранены. Вот, поэтому просим также пойти, ну, чтобы пошли к нам на встречу, и, то есть, дали на какое-то время, в случае чего, для устранения этих ошибок. Но переводчиков мы всех берем коренных, то есть, коренные носители языка, чтобы не было таких, ну, то есть, мы поначалу попробовали русских, которые владеют другими, да, там, языками, но это не совсем то, что нужно. Поэтому мы находим непосредственно носители языков, чтобы перевод был стопроцентный. Потому что делаем, как говорится, на года, и даже не то, что на года, а на десятилетия. Ну, и, думаю, в будущем также будет планироваться, там, до Нового года, возможно, количество языков увеличится до 20. Поэтому, то есть, вот в этом направлении мы движемся. Еще такой вот есть интересный момент, перевод юридических документов. Он требует стопроцентного знания языка, и на данный момент у нас, как бы, по всем вот этим языкам нормально, но нужно вот по четырем языкам. Это польский, словацкий, чешский и латышский. Это вот эти четыре языка, на которые нужно делать юридические переводы. То есть, если у вас есть желание, как говорится, еще получить дополнительный доход, да, в виде бонусов, то тогда вы можете обратиться ко мне в скайпе. Мой скайп А. Ну, давайте я сейчас вот здесь напишу. Вот, это английская раскладка. То есть, не русскими буквами, а английскими. Вот, либо Павел Манилов. То есть, находите меня в скайпе, говорите, по какому вопросу непосредственно ко мне обращайтесь, и мы с вами будем находить решение той или иной задачи. Вот. В принципе, вот я попытался много времени у вас не занять. Объяснить, рассказать вам самые главные идеи, к чему мы движемся. Если честно, дела идут очень хорошо, даже, ну, прям прекрасно. Поэтому все делается в срок, все выполняется. Команда профессионалов у нас собрана. Вы яркие, ярчайшие представители своих регионов, своей команды. Я очень рад, что я с вами со всеми здесь познакомился, что мне дали слово. Благодарен Ирине за столь, как бы, теплое, то, что она меня так представила. Это действительно дорогого стоит. Вот. Ну, в принципе, все, что я хотел сказать. Если у вас есть какие-то вопросы непосредственно по моим двум направлениям, то с радостью вам отвечу на них. Если же, как бы, у вас нет, то тогда не буду задерживать ваше время и посредственно передам дальше. Посредственно передам дальше. Павел, благодарим тебя. Если есть вопросы, вы обращаетесь к Павлу Манылову. Это человек, с которым все время, как говорится, приятно иметь дело. Поэтому мы сейчас стараемся все наши системы, отделы, направления, потоки систематизировать, чтобы это было уже в четкой системе. Поэтому сейчас быстренько пройдемся по нашей системе, по нашему, так скажем, подразделению оффлайн, по нашему потоку онлайн, который сейчас уже достаточно серьезно выстроился и продолжает выстраиваться. Я могу вам сказать о том, что с августа месяца у нас подключаются еще много регионов. Это и Греция, и Черногория, Златоуст, и следующие у нас Швейцария идет, Канада. Я уже говорю это о том, что не просто подключаются. У нас все районы, все 76 регионов стран работают. Мы говорим о серьезных уже лидерах, которые пришли с серьезными планами и так далее. Поэтому это достаточно такие большие шаги. Поэтому, коллеги, как всегда у нас планы уже, мы стоим еще в июле, но смотрим уже по планам на август. Турная конференция у нас продолжается, и у нас достаточно серьезные конференции еще и в балтийских странах. Вот 30-го у нас, и я знаю в Новосибирске, в других городах. Вижу Игорь Хальзов также здесь, приветствую персонально. И я надеюсь, у вас уже все готово к субботней конференции. Сейчас очень такое серьезное турне у нас прошло по Кыргызстану. Алексей Васильев, не знаю, сейчас присутствует или нет. Действительно, не просто проходит ряд конференций, а конференции с приглашением министерств, с приглашением губернаторов и так далее. Поэтому, коллеги, мы очень основательно готовимся к сентябрьским, октябрьским и ноябрьским событиям, к тем плановым шагам, которые у нас сейчас намечены, и, в общем-то, делаем свою работу. Поэтому в этом плане у нас все прекрасно. Коллеги, следующий момент – отчетный период. Еще просто раз напоминаю, благодарю Solar Frontishik за такую корректировку. Сегодня в региональном чате я все сброшу по пунктам. Все новые материалы, которые у нас есть, добавлены будут в папку. Сегодня мы проговорим. И, коллеги, с сегодняшнего дня до конца месяца я выставляю рабочую форму отчета для начисления бонусов. Эта форма будет на двух языках – на русском и на английском. Заполнять ее можно на русском, то есть тоже на двух языках. То есть я читаю тот и другой язык, то есть и английский, и русский равнозначно. Поэтому, коллеги, заполняем. Это сейчас рабочая форма. Я перестаю быть абсолютно каким-то там цербером или проверяющим. То есть доступ к этой таблице будет практически у всего директорского состава, у Евгения Кудряшова. То есть мы все наглядно видим, кто как работает. По полной заполнении этой таблицы тогда уже принимается решение в конце месяца, вернее, в начале следующего месяца о выполнении, о начислении бонусов. Все просто. Мы стараемся сделать до автоматизма, чтобы нигде ничего не застревало. Значит, коллеги, такую форму вы заполняете, как мы пишем здесь, до 27-го числа, да, чтобы вы уже сориентировались по планам на следующий месяц. У кого-то в этом месяце еще, вот как, например, ну, как пример Новосибирский, да, еще будет конференция. Возможно, вы еще не сделали фотографии, вы можете туда просто доотправить. Но, коллеги, пожалуйста, рекомендация такая. Давайте с вами договариваемся. Последняя неделя месяца вы самостоятельно заполняете такую форму. Первого числа каждого месяца все данные на основании вашего заполнения будут распределены по всем официальным ресурсам компании. То есть это расписание на нашем сайте, это расписание в личном кабинете, расписание Анатолия Довича Юницкого и так далее. Поэтому, коллеги, все, что вы заполните, пойдет на август месяц. Если вы заполняете это уже в следующем месяце, то есть второго там числа первого, никто не будет сидеть, выковыривать эти данные, куда-то доставлять. Поэтому это ваша и наша собственная заинтересованность, наша обоюдность, чтобы все было своевременно сделано. И, соответственно, своевременно были начислены все бонусы. Поэтому я надеюсь, с этим понятно. Подтвердите, пожалуйста, что вы это услышали. Хотелось бы вашу обратную связь. Доводим, коллеги, все до автоматизма. Правда, сейчас такой важный этап, что просто вот уже нянчиться не с кем. И не стоит. У нас на грязонте сейчас около 10 новых руководителей, которые будут с августа месяца, уже приступают официально по соглашению к сотрудничеству. И мы расширяемся. Идем дальше. Что у нас по нашим вопросам? То есть с отчетом у нас все понятно. У нас, я очень надеюсь, никаких вопросов не будет. То есть на английском, на русском. Неважно, на каком языке вы заполняете. Еще раз напоминаю, коллеги, те, кто не прислал мне дополнительное соглашение на сотрудничество, в папке с материалами оно есть, также прошу до 30-го числа заполнить его. Еще раз напоминаю, вот эти дополнительные пункты, которые мы ввели с 1 по 6 число. Прошу вас ознакомиться с ними и подписать, поставить, распечатать, подписать, прислать мне то, что вы ознакомились и принимаете эти моменты. Следующий момент. У нас в прошлый раз мы говорили о наших материалах, о дополнительных флайерах. Вы помните, да? Сейчас один момент. Вот был такой полный флайер, посыпались вопросы, как им пользоваться, что с ним сделать. Коллеги, вот простой пример. Конечно, у нас в каждом регионе используют разные методы работы. Это как один из тысячи вариантов. То есть, это тот материал, который помогает нам непосредственно, мы сейчас в Санкт-Петербурге это очень серьезно запускаем, помогает нам привлекать людей на наши, продавать наши мероприятия. Вот в такой форме. Вот, как пример, я точно так же здесь сделала картиночку. Вот, например, мы 50 таких флайеров разместили около лифта. Когда нам звонят люди? Естественно, мы еще отдаем это в руки, объясняем, что это интересное предложение. Приходите. Когда нам начинают звонить люди? То есть, в принципе, этим флайерам мы как бы даем такой вот небольшой крючок. Когда по таким флайерам начинают звонить? Также был вопрос, что говорить, дайте хотя бы примерный какой-то, как это работает. Коллеги, конечно, это творчество каждого. Вот то, что мы отследили, то, что действительно срабатывает. Я также это размещу в чате наших региональных, в нашем региональном чате, да, как пункты. Ну вот просто посмотрите. Диалог составляет одну минуту, не больше. Очень-очень простой диалог. Можно это перевести на английский, можно применить свое творчество и так далее. Когда вам звонит человек по такому флайеру? Кто звонит? То есть, пожалуйста, представьтесь, ваше имя, фамилия. Откуда вы узнали о таком флайере? Естественно, как диалог, вернее, об этом предложении или о Skyway. Человек говорит, ну вот я, например, мне такой флайер передал кто-то, либо я это увидел у себя в подъезде, неважно где. Вы сразу спрашиваете, а что вас заинтересовало? Не нужно набрасываться на человека и тут же ему выдавать много информации, его грузить. То есть, это человек вам звонит сам. Поэтому это прям секунда происходит. Кто вы? Представьтесь, откуда у вас эта информация, что вас заинтересовало. Человек сам вам подскажет, меня заинтересовала работа, меня заинтересовало партнерство или меня заинтересовал только бонус. То есть, ориентируясь на это, говорите очень простую фразу. Если это бонус, допустим, то это 100 долей компании, которая вышла на мировой уровень. И для получения вам этого бонуса необходимо пройти простую бесплатную процедуру. Регистрацию, открытие кабинета, где вы можете ознакомиться и получить сертификат. Все просто. Тогда человек говорит, а как это сделать и так далее. И следующая фраза, что я приглашаю вас на нашу встречу партнерской компании. Вы можете прийти по такому-то адресу. Мы с вами пройдем собеседование, если это касается, допустим, сотрудничества или еще чего-либо. Коллеги, это занимает до одной минуты. Никого не нужно грузить. Это знаете, как я сейчас вспомнила, одну такую байку принимают трех, значит, людей на работу и спрашивают. Вы знаете, вот эти люди проходят собеседование, им показывают картинку. Показывают картинку, на которой нарисована акула, на которой нарисован человек с ножом, на которой нарисован человек с гранатой и на которой нарисован человек с веревкой. И этим трем менеджерам задают один вопрос и спрашивают, пожалуйста, вот покажите, вы у нас прекрасно предоставили анкету на сотрудничество, но покажите на картинке, с кем вы себя ассоциируете. Ну, кто-то, значит, ассоциирует себя с акулой, кто-то ассоциирует себя с человеком с веревкой и так далее. И задается следующий вопрос, что вот мы ищем продавцов, нам нужны люди, которые умеют там работать и так далее. Так вот, когда задавали этот вопрос, значит, спрашивают, что вот к вам на вас надвигается какая-то опасность, на вас надвигается та же самая акула, какие действия вы будете предпринимать? И после того, как кто-то говорит, ну вот я наброшусь на акулу с веревкой там и задушу, кто-то говорит, я брошу гранату и так далее. И в итоге все эти три человека никто не прошел аттестацию, потому что проверяющий сказал, что нам нужны только акулы, которые работают, которые прыгают, которые нападают. Так вот, коллеги, вы знаете, те времена уже давно прошли. Давайте работать профессионально, грамотно и именно так, когда мы можем получать результаты. Чем гармоничнее, чем спокойнее мы осуществляем эти диалоги, вне зависимости, это по телефону, либо мы проводим презентации, тем к нам проявляется больше интерес. Мы сейчас вышли уже на тот этап, что нам не нужно быть уже какими-то акулами, которые куда-то несутся, кого-то разрывают и кому-то что-то доказывают. Поэтому простота равно гениальность. Давайте мы идем пробуем. Конечно, это просто как маленький пример. Мы проговариваем о том, что диалог может продлиться. Это все индивидуально, это все зависит от того, кто звонит и так далее. Но применяйте это, это просто. Итак, с этим, я думаю, вопросов нет. Проявляйте свою творческую активность и мы идем дальше. Какие у нас еще вопросы? Значит, то, что касается планируемых следующих региональных конференций. Как раз мы только что рассматривали форму вашего заполнения и в этой форме вы уже ставите даты, даты непосредственно ваших мероприятий на август месяц. То есть с этим все понятно, да? И автоматически, как только вы заполнили один раз в месяц такую форму, вся информация нашими сотрудниками, нашими коллегами в этой таблице уже забирается и расставляется на разные ресурсы. Поэтому делаем это своевременно, напоминаю, до первого числа каждого месяца. Следующие моменты, наши новые инструменты для работы, флайеры обновленной презентации. Я не случайно сегодня пригласила Павла Манылова, потому что действительно большая работа сейчас запланирована и ведется в плане наших материалов профессиональных нам в помощь в презентации. Так как у нас все региональные лидеры, это люди, которые у нас, я уже не побоюсь этого слова, просто официально, дополнительно имеют такую, как сказать, работу, которую делают оффлайн, то есть поддерживают информационные потоки оффлайн. Поэтому, конечно, нужны профессиональные материалы. Сейчас это все будет еще более наращиваться, дополняться. Значит, пожалуйста, напомните ссылку на папку с материалами. Коллеги, договариваемся, что после планерки я все сегодня представляю в чате, да, и папки, и все материалы, которые уже существуют на сегодня. Форму заполнения на бонусы и все материалы, которые есть. Договорились, да? Итак, относительно флайеров тоже понятно. Там вы можете все посмотреть. Обновленные презентации делаю на этом особенный акцент. Коллеги, смотрите, у нас все обновленные материалы уже сейчас, с сегодняшнего дня будут в этой папке. А также у нас все материалы в разделе материалов есть и будут в личном кабинете. Это для нас еще один инструмент, благодаря которому мы можем сказать любому человеку, что вы можете зайти в личный кабинет, и вы там можете на главной странице увидеть все. Материалы для работы, презентации, все новые предложения, все наши официальные ресурсы. Я подчеркиваю, наши официальные ресурсы, так как вы понимаете, что мы расширяемся с невероятной скоростью, и очень много лжеруководителей, либо людей, которые как бы официально как-то открывают свои там ресурсы, мы не знаем, что они там транслируют. Поэтому сейчас мы это очень-очень серьезно отслеживаем и упорядочиваем. Хотела бы показать вам сейчас презентацию. Так, один момент. Значит, как пример. У нас сейчас два вида обновленных презентаций. Сейчас мы быстренько ее пройдем. И мы говорили о том, что с августа в месяц мы сейчас делаем акцент на то, что на наших презентациях мы будем обязательно делать акцент на работу с партнерами. Не просто на маркетинг, а показывать систему дубликации. Нам интересно сейчас расширять наши команды. То есть не просто рассказывать о технологии, а для того, чтобы наши команды, структуры росли, соответственно, повышались инвестиции. Итак, вот сейчас примерно я вам покажу то, что касается презентации обновленных по маркетингу. И уже готовы презентации, обновленные презентации по технологии. То есть так называемые наши единые презентации, которыми мы все можем пользоваться. Поэтому еще раз бы большая благодарность и Павлу Манилову, и всем, кто способствовал этой работе. Вот перед началом рабочей презентации, вы знаете, для встречи с партнерами, это то, что мы проводим, и каждый из вас тоже проводит внутри. Вы знаете, просто хотелось бы поделиться своим опытом. Вот прежде чем рассказывать о маркетинге, о возможностях, я просто поделюсь своим опытом. И как мы все время делаем, когда у нас собирается аудитория, мы проводим обычную стандартную презентацию, рассказываем новости и так далее. И потом, естественно, я задаю вопрос, что кого интересует сотрудничество, то есть участие уже более серьезное. Ну, естественно, тогда мы просим этих людей остаться, остальных очень благодарим за внимание и обратную связь. И тогда уже с теми людьми, с которыми мы говорим о бизнесе, мы говорим о работе в структуре, как правило, вы знаете, у нас почему-то очень много приходит бизнесменов. И я задаю очень-очень простой вопрос. Сразу в аудиторию. Скажите, пожалуйста, здесь очень много предпринимателей, бизнесменов, то есть людей, которые самозаняты каким-то своим направлением. Скажите, дайте ответ, какой процент в бизнесе, вот вкладывание, инвестирование денег вы считаете хорошим? Вот у кого-то есть свои направления бизнеса. То есть в год какой хороший процент? Вот вы сами сейчас, давайте просто даже проэкспериментируем. Вы все здесь руководители. Какой процент в год считается хорошим? Вот чтобы вложить в бизнес, в какой-то бизнес деньги. Вот прямо напишите этот процент. Годовой процент. Можете написать, я могу дальше озвучить. Вот кто-то говорит, что для бизнесменов для устойчивого бизнеса, но 5% в год это очень хорошо. 25%, кто-то говорит 20, 15. Да, ну то есть вы понимаете, ну давайте возьмем, пусть это будет средний 20% в год. Это действительно хороший процент, даже 50%. Да, 50% это уже такой серьезный бизнес, в который можно вкладываться, тратить свои силы, энергию, то есть достойный. И я задаю следующий вопрос, что, пожалуйста, прошу поднять руки, кому интересен бизнес, который предполагает 19% в месяц. И, естественно, все поднимают руки, потому что 19, от 15 до 19% в месяц это супер процент для любого бизнеса. И вот с этого момента мы начинаем говорить о нашем маркетинге. Естественно, потом мы говорим о первой линии, о том, что мы вкладываем в свою первую линию, помогаем инвестировать. Вот я, например, как спонсор помогла своей первой линии инвестировать деньги. То есть, естественно, я эти 15% потом через месяц возвращаю и так далее. То есть мы показываем эту схему. Мы со следующего раза это более подробно проговорим. Но я очень просто вот как бы почему хотела бы этим поделиться, потому что это очень хорошо сразу включает человека в ту систему, которую мы показываем по нашему маркетингу. И мы просто говорим, где лежат эти деньги, какие действия нужно совершать, как нужно работать. Сейчас мы просто пролистаем, чтобы вы увидели, что действительно у нас на хорошем уровне сейчас есть уже новые флайеры по презентации маркетинга, где очень все понятно и доступно. Вы просто об этом будете рассказывать. Самый важный момент. Вы просто пролистаете самостоятельно, все посмотрите, коллеги. Все очень-очень подробно. Почему я стала сейчас делать на этом акцент? Коллеги, у нас в папках будут материалы с доступом изменения, не изменения текста, а изменения языка. То есть в каждой стране, я знаю, что здесь тоже у нас представители с разных стран, вы можете добавлять, изменять на свой язык. То есть у вас будет такая форма. Поэтому единый стиль, но вы зашли, поменяли для своего региона язык. То есть это очень-очень удобно. Но у нас единый стиль, у нас единое направление, и мы все одинаково объясняем условия. Условия сотрудничества. И говорим об этом дальше. Скажите, как вам такая форма, в общем-то, визуального видения презентации. И точно в такой же форме у нас будет единая презентация. К сожалению, уже я не смогла добавить ее сюда, она просто не поместилась, почему-то недозагрузилась. Хотела вам тоже показать. Сегодня это все будет у вас стоять уже в вашем чате. Но давайте мы уже к августу настраиваемся на новый такой вид наших презентаций с более расширенными партнерскими встречами, где мы начинаем обучать наших людей дубликации, где мы показываем самые важные акценты, потому что, вы знаете, все-таки встречи в офлайн с партнерами дают самые эффективные результаты. Такой дух синергии команды, он просто не остается бесследным. Обязательно приходят какие-то на ум новые идеи и так далее, и так далее. Поэтому наша задача сейчас поставить, что называется, на поток привлечения людей на наши мероприятия, проведение их. Да, четкую систему, никакого колеса придумывать не нужно, нужно просто брать и работать. И, естественно, за это получать достойное вознаграждение. Еще хотела бы коснуться очень важного момента. Хотела бы коснуться момента профессиональной этики, этики нашей команды. У нас в этом месяце были несколько инцидентов, связанных с тем, что я, конечно, не буду называть фамилии ни страны, ни регионы. Есть такой инцидент, когда региональный лидер обращается к другим структурам и пытается их привлечь в свою структуру, пользуясь статусом регионального лидера. То есть, условно, с чужих структур выдергивая и приглашая, передергивая, ну, как сказать, в свою линию. Коллеги, сразу хочу сказать, такие инциденты запрещены. У нас в этом месяце они есть, поэтому сейчас просто я не озвучиваю, кто конкретно, но я надеюсь, вы увидите это в расписании. У нас изменены несколько руководителей. Мы моментально, без предупреждения, аннулируем соглашение на регионального лидера. И мы без предупреждения закрываем аккаунт. Это просто исключено, что региональный лидер пользуется своими, так называемыми, полномочиями и выдергивает людей, как сказать, приглашает их перерегистрироваться в его структуру и так далее. Это должно быть исключено. Я надеюсь, вы все понимаете, что нужно работать достойно, честно и так далее. Коллеги, дайте обратную связь, чтобы также это услышали. Это правильно и это запрещено. Людей просто бесконечное количество. И все эти перекосы мы будем не просто очень строго, мы без предупреждения просто закрываем кабинет и всё. Да, вот я вижу, что вы тоже это поддерживаете, но сейчас у нас, в общем-то, два серьёзных региона будут заменены другими региональными лидерами. Я надеюсь, это будет для всех показательно и к этому вопросу мы больше никогда не будем возвращаться. Это очень неприятные ситуации. Это очень сильно разрушает, оттягивает энергетику, такой, знаете, командный дух. Это очень много по ветке сети идёт неприятной информации. Замирание, застывание, передёргивание. Всё, на этом точка. Это запрещено. Пожалуйста, я очень вас прошу на самой первейшей вашей встрече также донести до ваших людей эту позицию, эту точку зрения. Я, когда вот начинала работать в Эстонии, это самое первое, что я озвучила, что это просто исключено, такого не будет. То есть, если я лично узнаю по своей сети такие инциденты, я первая буду ходатайствовать о том, чтобы был закрыт кабинет. Давайте работаем, не боясь друг друга, не передёргивая никого, а наоборот, усиливая, подставляя плечо друг к другу. Вне зависимости, какие структуры приходят на ваши региональные презентации. Приглашайте, если вы видите активных людей, пусть они входят в ваши команды. Ещё один момент, который я хотела бы сакцентировать, и сейчас уже ведутся перерасчёты, переговоры в директорском составе относительно того, что, возможно, будет перерасчёт региональных процентов в сторону основного маркетинга для тех действительно активных лидеров, которые не привязываются к региону, то есть работают в разных странах и так далее. То есть мы сейчас максимально хотим сделать такую систему, которая бы удовлетворяла всех. Но, коллеги, наше направление региональных лидеров – это поток оффлайн. Всё, что мы делаем вживую. Всё, где мы можем проявить себя максимально. Хотя иногда, как я говорю, мы отплясываем, во все выходные стоим, отплясываем цыганочку с выходом, но мы делаем эту работу, и это действительно серьёзная работа. И мы не имеем права ни на какие ошибки. Нас знают в регионах. Сейчас уже вышел просто шикарнейший новый ролик, который рекламирует всех региональных лидеров. Там есть ваши фамилии, есть ваши фотографии. И, пожалуйста, я думаю, что нам не нужно где-то опускать лицо, и нам больше не будет стыдно за такие нюансы. Поэтому, что ещё сейчас важно, да? В принципе, основное мы проговорили. Сегодня я выставляю все материалы в чате, всё, что есть, как всегда. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Если вопросов нет, тогда я сразу начинаю заниматься формированием материалов, компоновать в папке, и сегодня вы их все получаете. Эта неделя, напоминаю, отчётная. Пожалуйста, не откладывайте на потом заполнение рабочей формы. Ещё раз её напоминаю. Она будет выделена сегодня особым образом на двух языках в региональном чате. Если вопросов нет, то мы будем завершать. Вижу вопрос. Ссылку этого ролика можно с лидерами. Коллеги, ещё раз. Сегодня, в течение дня, я выставляю всю информацию в чате региональных лидеров. Ролики, рабочая форма отчёта, новые презентации. Всё, что на сегодняшний день есть в обновлённом виде, сегодня будет выставлено пункт 1, пункт 2, пункт 3. Пожалуйста, будьте внимательны. Договорились? Если ещё есть какие-то вопросы, мы их обсуждаем. Если нет, то, как всегда, мы благодарим друг друга и идём сотрудничать дальше. Я хотела бы нашим коллегам, которых сейчас будут в эти выходные и также среди недели конференции и презентации, пожелать такого хорошего, бодрого самочувствия и настроения. Если нужна какая-то помощь, поддержка, давайте мы вместе что-то как бы сорганизуем и в плане какой-то поддержки это сделаем. Если нет, самостоятельно все уже руководители, то мы идём дальше. Но уже настраиваемся на август. Август будет такой более горячий. Все возвращаются с отпусков, все переходят в фазу уже мощной активности и продолжения нашего движения. Давайте уже поставим такую, знаете, большую запятую или восклицательный знак на периоде отпусков и идём уже дальше с включённостью такого рабочего настроения. Итак, есть ли вопросы, коллеги? Так, Ирина, пожалуйста, флайер в электронном виде. Хорошо, я вот все материалы, которые будут, по поводу флайеров. Значит, коллеги, я вам рекомендую обратиться к Марине Гошенко. Я также её оставляла данные. Я сегодня их ещё раз продублирую. У неё эти материалы уже для распечатывания, как это называется профессионально, я сейчас точно уточнить не могу. Она вам просто их пересылает. Это абсолютно бесплатно, но просто вы должны забрать у неё. У меня этих скринов нету. Хорошо? То есть я вам все пункты просто перечисляю, где это можно взять. Вопрос по личному кабинету. Партнёры из Великобритании не могут проплатить рассрочку, так как исчезла карта весь мир. Что взамен будет? Коллеги, вчера буквально мы уже, как в директорском составе, уже смотрели новый кабинет. Сейчас ещё пару дней идёт тестирование. То есть мы заходим, смотрим, вот все эти операции, там уже всё это будет стоять. Но давайте дождёмся конца месяца. Это буквально вот, ну, сегодня-завтра уже откроются все эти функции, поэтому нужно подождать, использоваться теми возможностями SWIFT, которые есть на сегодня. для того, чтобы иметь возможность изменить язык. Да, да. Франтишек, значит, чтобы изменить язык, вы также обращаетесь к Марии, и она там просто его меняет. У неё профессиональная, как бы, своя студия, где она делает эту печать. Поэтому она всё это, как бы, сформирует. Просто вам нужно ей написать то, что нужно изменить. Вот мы это сделали уже там по Эстонии, ну, по Латвии, по своим регионам. Мы только ей этот текст посылали свой. С учётом, смотрите, коллеги, вот давайте по поводу ещё раз. Так, один момент. Сейчас мы его... Вот посмотрите, коллеги, вот этот текст мы делали специально для России. Это вот в Санкт-Петербурге, да? Посмотрите, вот здесь написано, что там такая-то дата, подтверждена министерством России и так далее. Возможно, для иностранного рынка будет не это важно, а важно то, что уже началось строительство, в Австралии. Вы даже можете текст подкорректировать какие-то фразы, которые вы считаете, что в вашем регионе это будет актуально звучать, да? То есть у неё вот эти скрины, вы там можете менять. Соответственно, там и телефоны, и всё, что вы хотите, вот, ну, как бы, дополнить. То есть специально для этого, в общем-то, это сделано. Поэтому и язык, и корректировка текста возможна, но обращайтесь к Марии. Хорошо? Она тоже наша коллега, и абсолютно всё поможет сделать. Так, есть ли ещё какие-то вопросы? Если вопросов нет, то мы, коллеги, будем завершать. И сегодня внимательно смотрите тогда в чате всю-всю информацию по дальнейшему сотрудничеству. А я от вас жду форму заполнения. Вы знаете, ещё раз, мне вот эта картинка очень нравится. Это стоит в моём подъезде, и уже было несколько звонков. Очень приятно, когда звонят соседи. Коллеги, ещё раз напоминаю, до конца месяца, давайте мы это не затягиваем, заполнение полной формы. Кто не был в прошлый раз на нашей планёрке, напоминаю, что вот ссылка, где вы будете прикреплять обязательно фотографии, да, у ваших мероприятий, вот с этой ссылочкой вы не фотографию прикрепляете, вы прикрепляете адрес Яндекс.Почты. Сделайте у себя папочку, в которых у вас будут, ну, все фотографии, которые там не нужно много, да, по вашим мероприятиям. Это как накопительная папочка такая будет. Вот смотрите, у нас будет отдельный календарь, такой он будет очень красивый, где наш сотрудник будет с этой папки брать фотографии и вставлять в этот календарь, то есть где люди также будут знакомиться. Вот они заходят, например, в Словакию, да, они видят Словакию, мероприятия, даты такие-то. Они кликают и они видят ваши фотографии, они видят фотографии регионального лидера и так далее. Поэтому в эту папочку, пожалуйста, все свое творчество отдайте. Это ваше лицо, ваше мероприятие, где вас люди увидят, да, пожалуйста, это не забывайте. Все, то есть здесь все просто-препросто. Надеюсь, с этим все понятно. Коллеги, вопросов я вижу больше нет, тогда мы сегодняшнюю будем встречу рабочую завершать и настраиваться на дальнейшую работу. Еще раз благодарю вас за сотрудничество, всех вместе и каждого персонально и всем хорошего, удачного дня. Всего хорошего. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...